Что значит крафты стали детскими? Типа, насколько всё может быть плохо? Я создаю себе железную киркум и получаю... Конструктор Лего! Добро пожаловать в Майнкрафт! Но абсолютно все крафты стали случайными! И в мире теперь существуют только детские предметы! Смогу ли я победить Эндердракона в таких условиях? Обязательно нажимайте на эту красную кнопочку подписаться и смотрите до конца, чтобы узнать! Давайте наберём один лайк! И приятного просмотра! Дамы и господа, добро пожаловать в Майнкрафт Бэйби Эдишн! Абсолютно верно! Сегодня мы попали в Майнкрафт, который предназначен для детей! Летс гоу! Мы ещё и нашли деревню в самом начале! Как я ранее уже говорил, сегодня абсолютно весь Майнкрафт связан с детьми! А это значит, что все абсолютно крафты сегодня заменились на их детскую версию! Давайте я буду меньше разговаривать и больше показывать! Я просто срублю одно дерево и покажу вам, что случится, как только я скрафчу свои первоначальные инструменты! Добыв это дерево в обычном Майнкрафте, я бы мог сделать себе вот так, скрафтить верстак, сделать себе палки! И что мне мешает дальше благополучно? Скрафтить свою первую! Ааа, стоп, это не похоже на деревянную кирку, да? Абсолютно верно! Потому что абсолютно каждый крафт в этом Майнкрафте изменился на детские предметы! Это значит, что мы берём и крафтим себе деревянную кирку, но вместо неё мы получаем... Плюшевого мишка! Окей, что за плюшевый мишка и что мне с ним можно делать? Типа, как вы уже поняли, он никак не связан с киркой, типа, ну, вряд ли можно копать камень, типа, я в этом очень сильно сомневаюсь, но на всякий случай, конечно, протестируем, да? Я не знаю, с чего можно ждать от детей, поэтому в теории он может и копать камень, но нет, как видите, он этого не делает, у него явно какие-то другие способности! Кстати говоря, мы нашли тем временем кузницу, и отлично, можем залутать мне какие-то... Оу, наконец-то, еда и обычные предметы! Я более чем уверен, что сегодня мы соскучимся по обычным предметам, потому что у нас будут только абсолютно новые! Вот, я уже скрафтил нашего плюшевого мишку, и, пожалуй, пришло время нам его как-то поставить, использовать и... Йоу! Посмотрите на этого чувака! Ой, стой, 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 куда ты, куда ты, куда ты бегаешь? О боже, он испугался! Нет, прости, не пугайся! О, какая же ты милашка! Ну, посмотрите, это плюшевый мишка, которого я заспавил, и, мне кажется, его очень легко можно напугать, если начать на него бежать! Жесть, посмотрите, он от меня убегает, когда я его пугаю! Всё, ребята, нужно быть осторожными! Это маленький плюшевый мишка, такой же маленький, по сути, как и я! Мне три с половиной года, по кошачьим меркам! Какой же он милый! Вы просто посмотрите, просто плюшевый мишка в жёлтом цвете, который, не знаю, бегает по миру, радуется жизни, улыбается, его так и хочется приобнять! И, кстати говоря, если я правильно понимаю, если я буду куда-то убегать, он будет, наверное, идти за мной! О, да, посмотрите, он прибежал сразу ко мне! Так, ладно, брат, что именно ты умеешь? Плюшевый мишка, я так понимаю, ты будешь преследовать меня всю эту игру! Если я атакую на курицу, интересно, будет ли... О, нет, 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 серьёзно! Он убил курицу! Солёные огурцы! У меня теперь появился телохранитель, защитник... Нет, нет, стой, стой, плюшевый мишка, нет, подожди, живи, живи, беги ко мне, давай, 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 ко мне, ко мне, ко мне, ко мне! Капец, ты меня сильно напугал! Всё окей, ребята, мы спасли нашего мишку, он спас нас, и подождите, а что, если я попрошу его срадать? Да хватит умирать! Мишечка, брат, не надо так делать, ладно, давай ты лучше убьёшь вместо меня голева, о, да! Если он его убьёт, это будет реальный эпик, let's go! Битва голева против плюшевого мишки! Давай, брат, давай, давай, я отвлекаю, я отвлекаю, я отвлекаю, я отвлекаю, всё, я стою в воде, я стою в воде, давай, 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 фигарь его! A few moments later Подождите, по непонятной причине голем просто решил поплавать под водой, мне интересно, он не начнёт в скором времени тонуть? Сейчас мы проверим, могут ли железные големы утонуть под водой, потому что, чувак, тебе абсолютно там нормально... Ау, 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 всё, ладно, я понял! Никаких вопросов, вы, по всей видимости, смотрите, ему реально там абсолютно хорошо под водой плывётся! Познаём полезный факт о Майнкрафте, я даже не знал о том, что железные големы не тонут под водой, мой мишка, прости, братишка, но ничего страшного, он не может его убить, потому что он не умеет плавать! Давайте посмотрим, что ещё крутого мы можем сделать, если скрафтим обыкновенный верстак, и, например, сделать себе не деревянную кирку, а какой-нибудь деревянный топор! Что это такое? Мы скрафтили какой-то, что это, кубик-рубик, что ли? Да, это реально кубик-рубик! У вас всего три попытки, удачи, окей, а... А, нет, 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 нет... А, плюшевый мишка, да? Нет! Я тебе мой плюшевый мишка, в смысле? Кто? Кто это сделал? Кто это сделал? Покажись! Мишка, нет, эту курочку я не буду съедать в память о тебе, брат! Итак, мы теперь должны отомстить за нашего плюшевого мишку, и у меня появился какой-то кубик-рубик, и давайте посмотрим, что эта штука умеет делать. Она говорит, что у меня есть три попытки, но вопрос сделать что? Нажимаем про кнопку мыши, йоу! Ооо, что это такое? Смотрите, на экране появляются разные цифры, прокрутка какая-то, окрутка рулетка, поехали! Мне выпадает шестёрочка! Окей, что я получил же... Оооо, 39 железных слитков мне в инвентарь! Салют, огурцы в квадрате, что это такое? Я получил 39 железа за то, что просто покрутил кубик-рубика. Подожди, да, ещё раз крутим. Мне сказали, что у меня есть три попытки, поэтому мы люди простые, мне говорят, и я нажимаю. Я получаю цифру под названием... ПЯТЬ! Окей, мы получили цифру 5, и вместе с ней мы получили... Эээ, мне кажется, я получил три стака земли. Ладно, видимо, не так уж сильно мне на этот раз повезло, и у нас сон садится, значит, нужно последний раз использовать наш кубик-рубика. Давай, обрадуй меня под конец! Хорошим числом, хорошей цифрой! Это цифра... О-моё! У меня выпала цифра 10! Подождите, подождите. Я выпала элитра! Просто отдыхайте. У меня выпала элитра с третьей попыткой кубика-рубика. И, кстати говоря, знаете, я вот одно не подумал, а как я буду развиваться без деревянной кирки всё-таки? Первая ночь в этом детском мире. Он не знал, что его ждёт и с какими неприятностями он сможет столкнуться. Поэтому то, чем он решил заняться, это украсть дом жителя и лечь спать. Ой, доброе утро! Смотрите, я поспал, и ты поспал. Все радостные, все доволен, правда, и... Мне кажется, он не особо доволен. И как мы с вами уже поняли, мы играем в абсолютно рандомный Майнкрафт, где я не знаю, что я получу, если скрафтишь себе, например, деревянную кирку. Полагаю, по доле самой логики, я не смогу сделать себе оружие и убить этого зомби, поэтому придётся убивать его жёлтыми цветками. Эээ... Жёлтыми цветками... Окей! Для того, чтобы убедиться, что у нас реально абсолютно новый крафт и абсолютно рандомизированный, нам нужно провести небольшой эксперимент. Сможем ли мы скрафтить что-то помимо инструментов? Что-то супер необычное. Давайте сделаем себе... О, я сделал себе плитки, нет, сделал себе забор. Я сделаю себе дубовый забор, и вместо него я получу портфель с учебниками. Так, ну всё, ребят, пора в школу, школа Майнкрафта начинается. Что значит портфель с учебниками, окей? Мы реально отправляемся в Майнкрафтерскую школу! Хотя, надеюсь, что нет. Я могу, конечно, подкинуть этот рюкзак какому-нибудь жителю и отправить его в школу вместо меня, но ладно, ладно, так уж быть, давайте как-нибудь, ну, познакомимся, что ли, с этой штукой. Имя там написано ТЭЙ, такое ощущение, что это рюкзак Тумки. Окей, активируем эту штуку. Йоу, портфель с учебниками. Смотрите, тут есть сундук с какими-то реально учебниками. И что нас здесь ждёт? Математика, литература, история, русский язык и окружающий мир. Окей, я полагаю, нам придётся забрать эти учебники с собой, да, как бы хотелось или не хотелось. Но главный вопрос, для чего они вообще нам нужны? Кстати говоря, пользуясь случаем, в принципе, можете написать, какой предмет из этих вам нравится больше всего. Ну, например, я использую русский язык, посмотрим, что из этого получится. Я нажимаю правой кнопкой мыши и... О, подождите, мне выдаётся скорость 2. То есть, выходи и сказали, что это суперские учебники, которые дают мне суперские эффекты. Так, вот отравление я вроде не считаю суперэффектом. Мне интересно, какой именно учебник мне даёт все эти негативные эффекты. У меня появилось отравление, голод, скорость и невидимость на 10 секунд. Итак, друзья, сейчас мы с вами познаем, какой предмет нам даёт эти негативные все эффекты. Так, русский язык нет, математика... А, это математика, ну, теперь стало всё понятно. Но знаете что, не очень приятно, когда у тебя всего лишь половина сердечка, и у тебя даже нет печки, чтобы переплавить себе нормально еды. Поэтому нам срочно нужно найти способ, как добыть камень. Знаете, вот начинаются реально проблемы. Поначалу всё казалось таким милым, волшебным и приятным, что я могу получать разные крутые предметы, но теперь я соскучился по деревянной кельке всё-таки. 5 часов позже. Эксперименты продолжаются. Кравдимся мотыгу. И йоу, мы получаем какую-то очень крутую штуку. Это спиннер. И это, да, это детский спиннер. Забираем эту эпичную махину и, полагаю, эта штука должна крутиться. Или не должна крутиться. А пока что, если честно, не совсем понятно, но... Йоу, 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 я чуть рэп не зачитал. Чё это, блин, было? Я только что чуть не упал в эту нырень, у меня было полсердежка, я туда чуть не провалился. Это какой-то волшебный спиннер, и, опа, подожди, ооо, мы добыли наш первый булыжник. А ну-ка, теперь миссия аккуратненько спуститься вниз, забрать булыжник и подняться наверх. Теперь мы, полагаю, можем повторить этот крафт и сделать себе ещё несколько мотык. Потому что, как говорил очень мудрый человек, спиннером много не бывает. Блок сломали, хоп, ещё блок сломали, хоп, ещё блок сломали. И мне кажется, я даже смог докопаться на какой-то шахте, потому что, оу, да, я там 100% вижу шахту. Только не вижу способ туда спуститься, к сожалению. Окей, наконец-таки можем покушать немножко, хоть и гнилой плоти, сделать себе первую печку. Или, например, карта Басика? Нет, 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 нет. Этот Майнкрафт сведёт меня с ума. Почему? Я даже не могу скрабить себе печку, вместо неё я получал какой-то карта Басика. Так, вот Басик, молись, чтобы ты был лучше, чем печка, потому что иначе я реально расстроюсь. Что это такое? Я вот, знаете, просто смотрю на его мордашку, и вот я как-то не знаю, доверять мне ему или не доверять. Я полагаю, спавним нашего кота Басика, хотя, стоп, я нажимаю правой кнопкой выше, он не спавнится. Ээээ, что это такое? Почему все мобы вдруг заморозились, и вокруг них какие-то появляются частицы? Что здесь происходит? Мне кажется, я постепенно понимаю, в чём дело, ведь кот Басик это не существо, это предмет, который замораживает всех мобов. Если провести аналогию с детьми, то полагаю, этот предмет, который ребёнок носит с собой в руке, и... Ну, это, знаете, такая, наверное, погремушка, которая всех погружает в сон. Меня кто-нибудь погрузите в него, чтобы я этот кошмар весь не видел. Итак, пока меня все не убили, нужно быстренько найти себе новый крафт, я скрываю всю деревянную дверь. Окей, о, что это такое? Мы получаем... Оу, погремушка. А мне казалось, что мы только что использовали погремушку, но, видимо, это что-то другое. Так, скелет, не хочешь ли испытать на себе мою погремушку? Я думал, что все хотят убить меня в этой деревне, но, видимо, нет. Тут у каждого моба свои битвы на хулаках. Ну, ладно, не будем мешать, возьмём погремушку и как-то её используем. Чё за прикол? Смотрите, я могу управлять скелетом, и он всё равно продолжает. Оу, ничего себе ты меткий. Я могу испортить погремушку для того, чтобы управлять скелетроном. И оп, на аллита шея, опа, улетаем вместе со скелетом за компанию. Ладно, пришёл на меня. О, нет, нет, уходи, уходи. О, я выкинул, нифига себе, как его выкинул. Бежим, бежим, бежим. Всё, у меня полстрика. О, нет, всё, я умру. Я умру, я умру, я умру. Нет, 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 пожалуйста. Я обычный ребёнок. О, нет, там ещё скелеты, там скелеты. О, нет, нет, скелеты, скелеты. Нет, 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 уходите, please. Я обычный ребёнок, который хочет жить, но за мной гонятся все мобы этого района. Знаете что, я погремушкой могу кого-нибудь взять. Например, эту суперкрасивую коровку. И, йоу, катапультировать её в космос, чтобы быстренько покушать. Ой, я вот не понимаю, почему на меня нападают эти зомби. Дима, ну вы реально думаете, что у вас есть шансы, чуваки. Опа-па-па. Не понял? Так, попытка номер два. Хопа, говорю. И, хопа. Первого катапультировали. Второго хватаем. И в космос. Офигеть. Кстати, я совсем забыл про то, что у меня целых 39 железных слитков. Боже, почему я так сильно дупадул? Я мог давно себе скрабнить уже... Ну, точно не железную кирку, да? Ну, что это вообще такое? Это какой-то красный лего и называется конструктор лего, реально. Окей, если ты не железная кирка, то скажи мне, что ты хотя бы умеешь копать. Хотя, странно было бы увидеть лего, которое умеет копать. Но, пожалуйста, что-нибудь интересное. Давай, 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 я сейчас тебя могу призвать, заспавнить. Не знаю, дом из тебя может построить. О-о-о-о-о. Кстати, с домом было очень кстати. Серьезно, я реально смог построить дом конструктором лего? В чем прикол этого дома и почему он заспавился? Тут даже есть печка, наконец-то, печка-версак. И, о-о-о, сундук, подожди. Белая конфета, синяя конфета, фиолетовая и оранжевая конфета. О-о-о, мы нашли какие-то конфеты, нашли печку. О, печка, это реально крутяк. Она мне точно пригодится. И давайте посмотрим, какие крутые хоромы мы себе призвали. Йоу, это настоящий дом. Отлично, теперь нам будет не скучно выживать. И, наконец-таки, мне не придется кравдить себе печку. Потому что у нас теперь все это есть. Но что за конфеты? Эти конфеты явно что-то умеют. О-о-о, съедаем конфетку со вкусом стейка и получаем резистанс регенерацию. Я полагаю, это разные крутые конфеты, которые дают нам разные крутые эффекты. Отлично-то. Быстенько мы уберем эти все сугробы из земли. И будем отныне мы здесь выживать. Кстати говоря, насчет печки, она мне как раз понадобится для переплавки нашего мяса, которого я уже съел сырое, извиняюсь. Хотя, в целом, можно было бы переплавить немного камня. И, возможно, мы сделаем себе новые какие-то каменные крафты. А в сундук как раз-таки можем складывать все вещи, которые нам особо не нужны. Например, вот земля, вот косточки. И что за прикол? А-а-а, стоп, а-а-а. Куда пропал мой дом? Извините меня, а что только что здесь произошло? Я клал в сундук все вещи, которые мне не нужны. И как вдруг дом пропал? Из него все, что осталось, это одно яичко, вы что, прикалываетесь? Это был временный дом, ребята, это был временный дом, это был обман. Хорошо, что я не успел положить в него никаких драгоценных вещей, но это был детский троллинг, потому что дом реально исчез. Кстати говоря, из полублока я нашел очень прикольный крафт, и, внимание, это крафт поп-ита в Майнкрафте. Мы получаем поп-ит, который будем прямо сейчас применять в Майнкрафте. Наждаем правильный кнопку мыши, ничего не происходит. Я не понимаю, в чем суть поп-ита, если... А, типа он уже не в тренде, все, его уже нельзя использовать, или что с ним... А-а-а-а. Ладно. Нет, все-таки, видимо, использовать его можно, и он позволяет создать какую-то непонятную платформу из шерсти. Не совсем понимаю, зачем нам нужна шерсть в Майнкрафте, но да ладно. О, подожди, стоп. У меня попало золотое яблоко. Так, вот в чем секрет поп-итов. Это не обычный поп-ит и необычная шерсть. Он выдает нам золотые яблоки, которыми, кстати говоря, можно питаться, чтобы потом убить какого-то детского эндер-дракона. Раз у меня в этом Майнкрафте нет еды, то у меня как минимум должны быть золотые яблоки и новые крафты, какие-нибудь железовые топоры. Йоу, мы получаем детское молоко. Окей, меня удивляет, что там написано «нет эффекта». Вы знаете, такое ощущение, что это какой-то еще один детский троллинг. Правда, наверное, не стоит задаваться вопросом «Почему молоко розовое?» Это вообще какое-то... Окей, не особо внушает доверие. Но у нас выбора особо нет, придется его выпить и... О-о-о, нет, 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 нет. Стой, не буду, не буду пить, прошу. Не, не надо, пожалуйста, пожалуйста, я передумал, я передумал. Я передумал, нет, не хочу пить его молоко, не хочу, нет. А-а-а, что? Фух, жесть, у меня чуть не испарились все мои нервные клетки. Я не понял, что это было. Давайте попробуем еще раз. Вот, например, передо мной курочка. Я выпиваю суперское молоко и, надеюсь, на этот раз я тоже не умру. И когда мы приземляемся... Воу, мы создаем купол из частиц, который убивает всех вокруг. Мы, как распоящий Халк, приземлились и все мы устроили землетрясение в Майнкрафте. Кстати говоря, мы вообще забыли сделать себе железную броню. За железный комплект, кстати, мы получаем... Оу, подожди, накрутник Супермена! Да ну вы прикалывайтесь, почему я сразу это не сделал? Почему я сразу это не заметил? А-а-а, ну это, наверное, шлем Супермена, да? А очки, видимо, дома забыл. Но неважно, ладно, переодеваемся в комплект Супермена! Let's go! Подождите, я даже видел какие-то... Оу, май галль, плюс три строчки хп! Мне показалось ли, я излучаю какими-то... Оу, да, красными лучами! Причем, наверное, не просто красными лучами, а красными лучами смерти! Прощай! Теперь мы стали настоящим Суперменом и у нас появились суперспособности. Во-первых, лазер из глаз, во-вторых, по всей видимости, мы умеем... Оу, мы умеем летать! Конечно, Супермен умеет летать, естественно! Кстати говоря, теперь я совсем перестал получать урон от падения, потому что мы, Супермен, у меня накладывается бесконечный резистанс! Давай, Крипер, взрывайся! А, ну... Ну, дома нет такого эффекта, к сожалению. Так вот, что может быть лучше этого? У меня огромное количество дерева, камня и железа, из которого я могу что-нибудь сделать. Так, броню мы крафтили, инструменты мы крафтили, давайте сделаем себе железную дверь! Оу, май гад! Это что-то явно интересное! Мы получили какой-то ТикТок, да ладно, мы получили награду ТикТока! Подождите минуточку, что это за награды ТикТока? Типа, знаете как, золотая кнопка на Ютубе, только в ТикТоке! Я готов получать свою награду! Спасибо за то, что награждаете меня, да, за мои 1218 подписчиков! Я готов принять эту награду, и что случится? Поздравляю с прошедшей отметкой в 1 миллион подписчиков! Для вашего удобства мы выделили вам 10 помощников для съемок! Удачи! Подписчик сдох, 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 и еще сдох! Ааа, что, извините меня-то? Мне кажется, мне призвали помощников, которых, эм... Убило солнце! Как ты посмел? Пришлось дождаться ночи, чтобы проверить, что умеет все-таки делать награда ТикТока, потому что так до конца я и не понял, и даже Кривер, прикиньте, стоял и ждал все это время! Ооо, у тебя нет выбора! Итак, еще раз активируем нашу награду, получаем сообщение в чате! Йооо! Ха-ха-ха-ха! Это мои подписчики! Чуваки, здорово! Так, это зомби, которые... Ооо май гад, они все за мной следуют! Они все за мной следуют! То есть, вы хотите сказать, что если я ударю бедную овечку, только не говорите, что... Нееет-нет-нет-нет! Жесть, они просто никого ко мне не подпустят! Они теперь никого ко мне не подпустят! Летс гоу, фас! Никакой скелета, никакой шпайдер-мен от меня на меня не нападет! Ооо, два скелета! Один удар одному, один удар другому, и... Ха-ха-ха! До свидания! Жесть, вот это настоящая армия! Просто посмотрите, бедный скелет не знает, куда ему деваться! Они сами ко мне подходят и сами уже умирают! Интересно, могу ли я заморозить своих подписчиков с помощью кота-басика? Ооо, серьезно? Я заморозил своих же подписчиков и теперь... Так, стоим под чуваки, а мне нужна защита! Кто меня спасет от этого зомби? Ооо, чуваки, серьезно! Получается такая картина, что вы не собираетесь никуда уходить? Значит, да? Ладно, проверим, а ну-ка, ляжем спать! И проверим, будете ли вы теперь куда-то уходить? Конечно, когда все начинаете гореть! В конце концов, остаются только самые преданные друзья! Только мой друг Крипер остался! Ооо, какой ты крутой! Я предлагаю наградить Крипера конфетками и отправиться в шахту добывать алмазы! Моя жизнь еще никогда не была столь прекрасной, когда я просто передвигался по шахте и кидался спиннерами! Йоу, я чуть не провалился в эту бездну! Нужно перемещаться аккуратнее и мне кажется, я только что подобрал Бедрок! Серьезно? Подождите, вы хотите сказать, что я могу спиннерами ломать Бедрок? Серьезно? Кто говорил, что Бедрок в Майнкрафте невозможно получить внимание? Я могу из него дом построить! В общем, после моего длительного пребывания под землей, я добыл себе, во-первых, седьмой левел, во-вторых, тридцать один алмаз! И теперь, внимание, мы можем создать себе алмазный комплект брони! Но мне больше всего интересно узнать, что я из этого получу! Если это будет какой-нибудь земляной предмет, я реально разочаруюсь! Типа, я добывал эти алмазы долго, пожалуйста, что-нибудь нормальное! Итак, мы получаем... Ооо, нет, что это? Я говорил, не земляный предмет, это какой-то оранжевый нагрудник с поясом! Что это? Нагрудник Эль Приму, что? Подождите, подождите, вы хотите сказать, что за крафт алмазной брони я получаю броню Эль Приму из Бравл Старс? Окей, я думал, что интереснее не может быть, но всё-таки может быть! Погодите, я реально сейчас переодеваюсь у настоящего Эль Приму! Вот ведь жесть в Майнкрафте! Те, кто играют в Бравл Старс, точно понимают, что это за персонажи! Кстати говоря, у меня появился в инвентаре новый предмет, это пояс астероидов! Окей, что же нас ждёт на этот раз? Нажимая правой кнопкой выше поясом астероидов, и я замечаю какие-то... Что это было? Это пояс астероидов или всё-таки метеоритов? Я не совсем понимаю, что здесь конкретно происходит, я слышу какие-то взрывы! Мне кажется, этот предмет призывает каким-то образом метеорита! А ну-ка, давайте-ка, подойдём к жителю, нажмём правой кнопкой выше и... Оооо, не-е-е-е, только не говорите мне, что это метеорит, который отслеживает ближайшего врага, стоп, если нажимаю прагнувкой выше, куда он упадёт, он упал, он упал прямо на жителя, то есть этот метеорит, внимание, у него как будто есть свой искусственный интеллект, и он отслеживает ближайшего оппонента, так, ну-ка, пробуем, 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 3, 2, 1, нажимаю прагнувкой выше, и житель, до свидания, кстати, то, что я только что заметил, меня очень сильно удивило, но у меня всего лишь одно сердечко, кто-нибудь не может, пожалуйста, объяснить, почему я стал Эль Примой, вроде как я крутой теперь, но, почему у меня одно сердечко, я даже теперь не знаю, хочу ли я применять свои способности Эль Примой или нет, потому что одним сердечком, представляете, как я могу умереть, просто, я не знаю, от одного выстрела скелета я просто погибну, окей, знаете, да, это добавит хардкорности нашей игры, но я к ней готов, и, оооо, нет, где мой крипер, кто посмел, кто посмел от него избавиться, он же был моей статуэткой, и, кстати говоря, судя по всему, всё-таки моё одно сердечко, оно как бесконечное, потому что, смотрите, меня бьёт зомби, и я просто не умираю, я не знаю, что это за приколы, но это одно сердечко, которое как бесконечное, типа, это просто какое-то бессмертное сердечко, знаете, я бы хотел выразить огромную благодарность своему детскому спиннеру, ведь благодаря нему мы получаем обсидиан, создаём наш портал в ад, и, ооо, какие милые эфриты, жалко, что мы его... А, метеорит в воду не работает, да? Чуваки, вам капец, как сильно повезло, у меня сегодня просто кот-басик, который заставит вас заморозиться, и теперь мы даже рукой можем их убить! И что, говоришь, да, жизнь сложная штука, блин, согласен с тобой, оп, палочку забираем, и вы просто посмотрите, какая же всё-таки красота кот-басик, всё, мы всех заморозили, и нам даже не нужно теперь бояться! Это будет первый трейд с пикленом, находясь на бедроке, всё, забираю жёлтый, подожди, будет ли он торговаться, ооо, май гад, он будет торговаться, даже когда он заморожен! Кстати говоря, прежде чем я вам покажу, как я буду убивать дракона с одним сердечком и детскими предметами, я хочу вам напомнить о том, что этот мод, так же, как и все остальные, которые я использую, вы тоже можете затестировать, если хотите с ним поиграть! Он доступен для всех спонсоров моего канала, и если вдруг вам это интересно, то для начала вам нужно найти вот эту синюю кнопку спонсировать, после чего вы увидите все 4 спонсорские подписки, которые дают вам свои бонусы! Например, серебро даёт вам мои собственные смайлики, которые вы можете использовать на моём канале! Золото даёт вам доступ ко всем моим датапакам, модам и плагинам, а бриллиантовая спонсорка вообще даёт абсолютно всё вышеперечисленное и даже съёмку со мной! Заполняем быстренько наш портал, и я уверен, дракон не ждёт такого визита, но отправляемся к нему! Прокапываем, как говорится, наш путь нашим спиннерам! И по непонятной для меня причине я не вижу здесь никакого дракона стояба, ага, я кого-то услышал, зарычал! В целом я даже не знаю, как его убить, у меня есть погремушка, которой, наверное, я могу управлять эндердраконом, также у меня есть кот-басик, которым я могу его заморозить, и самая крутая вишенька на торте, у меня есть пояс астероидов, которым я могу его уничтожить! Итак, пришло время проверить, где драконы зимуются, ну-ка приземляйся, и сначала испробуем нашу погремушку, проверим, есть ли она вообще работает, так, берём, берём и... Да ладно, неужели я не могу управлять драконом? Вот же ты, сущность, такая странная, кот-басик, а... О-о-о-май-гад, да ладно! О-о-о! Посмотрите, что я смог с ним сделать, просто он не может двинуться совсем! Никто в этом мире больше не сденится, не эндермен! О-о-о, смотрю тебе в глаза, и что ты мне сделаешь? Я смотрю тебе прямо в глаза, м-м-м, какие красивые пиксели, жаль, что ты меня не убить не можешь! И пришло время применить наш посох астероидов, йо-о-о! Вот это эпичная штука, это суперэпичная штука, которая будет бесконечно его убивать! Я, так уж и быть, решил разморозить нашего дружка, и смотрите, когда я стреляю в него фаерболами, они в него не попадают, потому что он постоянно движется! Это значит, мы дожидаемся, когда он приземлится, и спавним огромное количество фанатов, которые просто уничтожат всё на своём пути! Параллельно с этим мы спавним пояс астероидов, который должен просто уничтожить эндердракона, и он уже улетает! Прости меня, братишка, но на этот раз ты от проблем просто не улетишь, капец, у меня много подписчиков здесь! Пришло время доводить это дело до конца, летс гоу, мы убили его нашими метеоритами! С вами огромное стоя подписчиков, которые все просто погибли из-за моих же собственных метеоритов, друзья, мы прошли байкрат в детском мире! И не забывайте смотреть ролики, которые вы прямо сейчас видите у себя на экране, с вами был я, Томка, всем пока!